На наши земли обрушивается некий беспредел. Мы хотим, с одной стороны, сохранить это для наших следующих потомков, с другой стороны, мы не хотим жесткой конфронтации здесь, в стране. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что очень многие готовы идти на самое жесткое сопротивление. Мы прекрасно знаем, что часть нашего населения, ветераны, все вооружены. Мы прекрасно знаем, к чему приводят такие ситуации. Мы категорически не хотели бы, чтобы в нашей стране опять что-то рушилось, чтобы наш народ опять потряс какие-то наши бесконечные разборки и так далее. Мы призываем, я думаю, и вы все призываете в букве закона, мы всех призываем еще раз пересмотреть договор, российско-абхазский договор по Питсунской даче, который сегодня стоит в очереди на ратификацию в парламенте, который был отфутболен дважды между Конституционным судом и парламентом. И вопрос этот завис. В общественной палате, выступая, президент Абхазии заявил, что посол пределил письмо, в котором якобы открыто сказано о том, что это желание Владимира Владимировича Путина. Мы все видели это видео, и это есть и на видеосъемках, и в письменном виде. Мы в интернете все это читали. Кто не читал, мы можем вас ознакомить. Вот эта ситуация, как бы, она не дает покоя, потому что заинтересованность Владимира Владимировича Путина... ...это смешно. Быть такого не может. Владимир Владимирович Путин, я думаю, занят своей огромной территорией, своей огромной империей. Да и абхазский народ, он, мне кажется, он любит наш народ, потому что он не разу выступал, и мы видели это на экране, как он рассказывал нашу историю, как он заботился, да, о нашем этносе. Он говорил о том, что наш этнос нужно сохранить, и наш народ верой и правдой всегда служит стороне правды. Так ведь? Наш народ благородный, никогда нож в спину не поставит. Даже в дни блокады наш народ стоял и говорил устойчиво о том, что мы будем ближе к России, мы будем с Россией, нежели еще куда-то мы там денемся, да, ни в НАТО, ни в Грузию, никуда. Но на сегодняшний день вопрос земли, это очень острый вопрос. Мы, абхазы, все проросли корнями, да, здесь. Мы хотим, чтобы наши потомки имели землю, на которой им дальше нужно будет жить. Сегодня распродав, распределив, якобы для того, чтобы поднять экономику, но это не аргумент. Экономика поднимается, мы уже не раз говорили об этом, 80% экономики в Абхазии находится, это теневая экономика. Мы здесь вот практически все вы, люди, которые приходили на площадь, подписывались, когда принимали закон антиконституционный. Мы за это боролись. Нам говорили, что закон сырой, но они сделали все, чтобы этот закон был сырой и не работал. То есть люди заполняют декларацию, но точных данных там все равно нет. То есть народ знает то, чем обладает, а декларация, бумажка, она не знает то, чем обладает. Вот в таком кривом государстве мы живем. Я не говорю, что это сегодня началось, но приходя к власти наши президенты, они, видимо, их бронзой поливают, бронзовеют, они не слышат народ, не видят, что хотят люди. Мы, как женщины, как матери, хотим остановить этот процесс. И это последняя, наверное, попытка перед осенью, потому что на осень очень многие люди хотят собраться влыхнашто, высказать свои какие-то мнения. Есть люди, которых мы уже слышать и не хотим. Допустим, очень разочарованы. Мы все, вы, совет старейшин, что они нам преподнесли. Слава Богу, мой отец не жив и не видит этого. Что вы говорите? Аренда, да, мы готовы. И в законе это прописано, но в Конституции написано. И, пожалуйста, мы просим нашего президента прислушаться к голосу народа и прислушаться к нам, женщинам. Здесь, может быть, немного собрались людей, у кого кто-то болеет, у кого-то дети, кто-то еще с работы должен подойти, кто-то срочно на похороны. Ну, это мы понимаем, потому что мы в Абхазии живем, наш менталитет такой. Но за кадрами, уверяю вас, очень много людей, которые поддерживают нас, которые хотят, чтобы мы развивались дальше в правовом русле. Чтобы президент, давая клятву на Конституции, выполнял то, что он обещал. Мы не видим заботу, мы не видим... Народ не видит заботу о себе. Майнингами заткнуть часть населения и делать, что хочешь, это тоже не получится.